Подстраиваемся под ситуацию, потому что плетью обуха не перешибешь, это раз. А второе, это не нужно, это два. А когда, ну я имею жизненный опыт, то что сейчас происходит, это приведет к некой стагнации строительной отрасли. А в будущем к появлению проблем на уровне, скажем, государства, либо субъектов. Потому что, скажем, те же обманутые дольщики, полномочия эти делегированы сегодня субъектом государства. И когда это начнет назревать с новой силой и увеличиваться, естественно, государство должно будет отреагировать. Будет два варианта. Сначала найти виноватых. Предположим, найдут нас или кого-то из нас там, и же с нами. Но это не решит проблему. Это будет показано, что кого-то наказали, хотя они не виноваты на самом деле. А дальше нужно будет решать ее в комплексе, потому что, ну как бы, вы же понимаете, что это социальная напряженность. Я думаю, что наша задача сегодня выживать, поэтому мы сегодня там демпингуем, идем там где-то в пороге рентабельности. Благо у нас земли много, потерять несколько рентабельностей на нескольких объектах, ничего страшного. Вот. Мы попадаем под пенек, где-то штрафы, там сроки посрываем. Ну, процесс объективный, я ничего не могу сделать, потому что, ну, нет такого бума сегодня на жилье по общей ситуации, которую мы обсуждали. Наша задача – пережить это смутное время. Я очень надеюсь, что мы его переживем, потому что, в отличие от мелких застройщиков, у нас есть резерв в виде потери рентабельности, которую мы сознательно потеряем, но потом возьмем на других объектах. Спасибо. Спасибо.